Полина Куклина, студент Поволжского государственного колледжа, теперь обладатель эксклюзивной книги, посвященной Чемпионату мира по футболу 2018 года. Издание с подписью главы Самары Елены Лапушкиной девушка получила за активную работу волонтером на Мундиале. Полина не пропускает ни одного большого события в Самаре и всегда готова помочь в организации, потому что добровольчество – это возможность получить бесценный опыт. Во-первых, это новые знакомства, во-вторых, это развитие личностное и также это новые возможности, какие-то открываются новые сферы деятельности, в которых потом можно также развиваться. Уникальными книгами наградили 30 активных волонтеров, которые помогали провести Чемпионат мира по футболу. А глава города Елена Лапушкина памятными медалями и благодарственными письмами отметила тех, кто внес особый вклад в развитие в городе молодежной политики и добровольчества. У людей, таких людей, как они, всегда есть потребность и собственное желание оказаться там, где они больше всего необходимы. И будем мы их поощрять или нет, мне кажется, это все равно их зов души. Но то, что мы можем им сказать спасибо, я тоже крайне ценю и действительно хочется, чтобы они понимали, насколько они важны сегодня. Поздравила глава Самары и специалистов молодежного центра «Самарский» за победу в федеральном конкурсе с проектом «Кадры» в номинации «Выбор профессии». Суть проекта – помочь школьникам среднего и старшего звена определиться с будущим делом. Для ребят были организованы лекции, встречи с работодателями, мастер-классы, экскурсии на производство и даже летняя практика. Проект «Кадры» существует пять лет и в этом году впервые получил награду такого высокого уровня. В первую очередь то, что у ребят, конечно, загораются глаза. Это возможность не только посмотреть, но и попробовать свои силы поработать, особенно в летний каникулярный период на том или ином предприятии. Побыть в этой атмосфере. Отметили и волонтерский центр на базе Самарского дома молодежи. По результатам работы в 2019 году центр стал одним из лучших в стране. Сегодня особо случай, что ребята поработали в команде и по результатам их работы за 2019 год Самарский дом молодежи, а в частности городской волонтерский центр, который располагается на базе Самарского дома молодежи, получил третье место по всей России. Самарское волонтерское движение развивается по многим направлениям. Добровольцы помогают и на спортивных соревнованиях, и на концертах, и на городских праздниках. Отдельно выделяется социальное волонтерство. Молодые люди посещают ветеранов и пенсионеров, детские дома и приюты для животных. Помощь требуется регулярно, а потому сразу после награждения юноши и девушки вновь пойдут творить добрые дела. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Новый год!